Никакое обсуждение сетей и шифрования не может обойтись без DNS. И если ваш оп-сайт полностью защищен от экрана входа до вилки питания, свисающей с сервера, но DNS-запросы браузера могут быть перехвачены, пересылая ваших клиентов на пиратские сайты, которые созданы для того, чтобы выглядеть как ваш, тогда вам стоит уволить всю вашу команду разработчиков, потому что ничего хорошего от них ждать не стоит. DNSSEC DNS Security Extensions справляются с этой проблемой, обеспечивая механизм, который использует подписанные сертификаты, чтобы авторизировать ответы на запросы. Та же самая инфраструктура шифрования данных, которая, как мы видели, защищает данные, как во время хранения, так и во время передачи, может защищать скромные обмены запросами DNS. Конечно, в системе есть множество движущихся частей. Простая установка в основном файле конфигурации BIN, которую мы будем видеть очень часто позже, позволяет вам определить DNS-сервер либо как авторитативный, либо как рекурсивный. Первый имеет все полные ответы на DNS-запросы, относящиеся к домену, на котором он используется. Рекурсивный сервер же может и не знать, куда вам нужно, но у него есть телефонные номера или IP-адреса других серверов, которые знают. В этом модуле мы сконцентрируемся на авторитативной конфигурации. Вы уже видели записи ресурсов и то, как они используются в качестве части систем, использующих протокол TLS. Вы также в курсе, что каждый тип записи ресурсов форматирован таким образом, чтобы отвечать определенным требованиям. У DNS-сек есть собственная коллекция типов записей, некоторые из которых мы будем использовать в этом модуле. В частности, вы должны знать ODS, Delegation Signer, который определяет подписанный ключ DNS, DNS Key, который используется в качестве ключевой записи для DNS-сек, сигнатурная запись DNS-сек под названием Error Seek, NSEC, который вместе с обновленным типом NSEC-3 и его записью параметров NSEC-3 по RAM используется для безопасной авторизации при запросе несуществующего ресурса, без случайной демонстрации слишком большого количества информации о зоне. И записи TLS-сек, которая связывает сертификат и ключ с именем домена для возможности сшивания. DNS-сервера, использующие DNS-сек, также связываются с помощью добавления битов в пакеты. Например, бит AD, Authenticated Data, показывает, что элементы ответа были авторизированы. А бит DO показывает, что запрос может содержать описание ресурсов DNS-сек. Если бит DO не установлен на запросе от рекурсированного сервера к серверу, имен, он не получит ответ. Вот как мы это сделаем. Во-первых, мы создаем простой бинт DNS-сервер, так что у нас будет подходящая основа. Далее мы создадим пары ключей DNS-сек и будем использовать их для того, чтобы обозначить зону домена. Мы протестируем конфигурацию как до, так и после загрузки, чтобы быть уверенными, что мы не делаем ничего особенно плохого. Ну и что, по крайней мере, не попадемся. Далее мы обсудим относительно новый протокол Dane, который позволяет владельцам доменов создавать собственные сертификаты. И, наконец, мы научимся управлять сервером DNS-сек, использовать смену ключей и удаленное администрирование. Перед тем, как мы сможем защитить наш сервер DNS, нам нужен работающий DNS-сервер, который можно защитить. Простая конфигурация бинт и его администрирование рассматривается в курсе сертификации LPIC2-2002, поэтому я не буду тратить много времени на детали. Но я хочу быстро рассмотреть необходимые шаги для настройки. Если вам необходим обзор основ DNS, попробуйте курс Эндрю Маллета по настройке DNS-серверов на Pluralsight. Просто ради смены обстановки я сделаю это на SendOS 7, а не на всем знакомой и любимой Ubuntu 16.04, которую мы использовали во всех остальных демо в этом курсе. И сейчас, когда почти все перешли на System.D, между этими дистрибутивами все меньше различий. Основные отличия, которые все еще существуют, это местонахождение различных файлов конфигурации ключей. Я покажу их, когда мы до них дойдем. Бинт девятой версии ставится на SendOS или RedHat через пакеты Bint, или Bint.Utils. Основной файл конфигурации Bint называется name.cont в папке etc. В Ubuntu файл name.d.conf находится в папке etc.bint и содержит несколько параметров include, указывающих на файлы name.d.conf, default zones, name.d.conf.local и name.d.conf.options. В SendOS все это происходит в самом файле name.d.conf. И как вы можете видеть, расположение файлов указывается в разделе Options, включая директорию по умолчанию root для ключей и файлов зоны var.name.d. Мы очень скоро перейдем к разделу зоны. А сейчас я закомментирую ListenOnPort53, чтобы разрешить запросы через любые порты. И включу DNSSEC, активировав параметры DNSSEC-enable и DNSSEC-validation. А DNSSEC-lookaside установлю в авто. Lookaside, если вам интересно, это решение для случая, когда отсутствуют подписанные зоны род. Это ключи, подписанные на уровне .com или .org. И если подобные высокоуровневые ключи существуют, тогда вся система DNS будет намного более безопасной. До тех пор лучшим решением будет установка Lookaside в состояние авто, чтобы сообщить на AMD, что нужно загрузить DLV. Ключи подтверждения DNSSEC, которые должны идти вместе с файлами установки Bint. Так как нам нужно запустить эту конфигурацию в качестве авторитативного сервера, я установлю значение Recursion на No. И теперь я начну настройку раздела зон. Я сказал начну, потому что нам придется вернуться позже, чтобы обновить значение файл. Нужно будет добавить в него информацию, которая пока что не существует. Пока что я напишу stav.com в качестве имени зоны. Подтвержу, что это мастер сервер. И сообщу Named, что в директории root.vart.bint будет файл под названием stav.com.zone. Я сохраню файл и перезапущу сервис, используя Named в CentOS, и Bint 9 в Debian или Ubuntu. Возможно, что запуск систем CTL Status может выдать сообщение об ошибке, в которой говорится, что Bint не может преобразовать адреса IPv6. И сейчас у нас нет такой проблемы. Но на случай, если вы столкнетесь с этим, вы должны знать, что корректное решение – это настройка сети для IPv6. Но простой заплаткой может быть жесткое использование биндом только IP 4-й версии. Можете прижать меня к стенке, но я в любом случае выберу такое простое решение. В этом случае мы получаем дополнительный бонус. Мы узнаем, как SystemD, запуская бинд. Это, как выясняется, происходит в директории lib slash systemd slash system. И мы ищем файл Named.service, который контролирует поведение бинд на CentOS. В Ubuntu файл будет называться Bint 9.service. И я использую своего старого друга Nano для редактирования файла. И буду искать стартовую строку, в которую мы можем добавить аргументы командной строки. Аргумент, который мы добавляем – $options-4. Мы применим изменения, введя команду SystemCTL. Вот только так, как мы играли с файлом сервис, SystemD не даст нам перезапуститься до тех пор, пока мы не перезапустим демон. Теперь мы можем перезапуститься и снова проверить статус. И сейчас все выглядит отлично. Чтобы убедиться, что бинд правильно загрузился, в следующий раз, когда мы перезапустим систему, я запущу команду SystemCTL Enable. Обычно нужно добавить, по крайней мере, еще один DNS сервер в инфраструктуру. В качестве слейва. Но для простоты, я оставлю один на время демонстрации. После этого мне нужно найти доменную зону, создав файл зоны в папке var.name.d. И как я обещал, name.d.com, я создал файл под названием stav.com.zone, который я наполню следующим содержимым, которое, конечно, доступно на странице моего сайта bootstrap-it.com slash encryption. И вам понадобится заменить stav.com на ваше собственное доменное имя. И моя IP-адреса на те, что подходят для вашей конфигурации. Этот IP используется этим сервером бинд. A192.168.0.124 это веб-сервер, который я использую для stav.com. Возможно, вам также нужно добавить второй DNS сервер под именем NS2 и добавить его IP. И теперь, когда у вас есть, по крайней мере, один сервер бинд, пришло время заняться безопасностью. В этом видео я создам ключи для нашей зоны, подпишу их, а затем применю их к нашему запущенному сервису бинд и проверю, что все работает как надо. Один из моментов, который может сделать создание ключей нудным, заключается в необходимости запуска нескольких фоновых процессов для создания так называемой энтропии. Идея в том, что софт для создания ключей может использовать потоки данных для создания случайного ключа. В некоторых случаях это означает несколько минут, проведенных в набивании тысяч кнопок на клавиатуре, предполагая, что у вашей клавиатуры тысячи случайных кнопок. Или открытие новых сессий Shell и скачивание больших файлов. Поверьте мне, это намного менее интересно, чем звучит. А я знаю, насколько интересно это звучит. Оказывается, что все это в прошлом. Я думал, что я немного опоздал с этим, но я недавно обнаружил небольшую программу под названием HaveGet, которая автоматически создает любую необходимую вам энтропию. В Сент-Ос и Федорио вам сначала нужно активировать репозитарий и пил. А теперь установим сам HaveGet. Вы можете загрузить HaveGet в качестве демона, перед тем, как создать ключи, используя серия R и 0. Я не знаю, какую часть системных ресурсов использует процесс, но я не думаю, что запуск его на постоянной основе — это хорошая идея. Поэтому лучше отключить его после того, как вы закончите. И теперь я перейду в директорию root. Для bint по умолчанию var slash name d. И приготовлю для нас ключи. На Ubuntu это будет var slash cache slash bint. Мы создадим пару ключей для подписи зоны, используя команду dnssec-kgen, а затем пару ключей для подписи ключа, дописав-fksk. В обоих случаях мы указываем на домен stav.com. Заметьте, как быстро все прошло. Спасибо, HaveGet. Как вы можете видеть, теперь у нас есть две пары ключей. Каждый парей, один с расширением .key, а другой с расширением .private. Я вставлю имена для двух открытых ключей в конец файла stav.com.zone. И я закончу работу, открыв файл stav.com.zone и добавив значок $ include в начало каждого имени ключа. Это даст вам представление о том, как все должно выглядеть. Будьте осторожны с синтаксисом, потому что если вы напишете что-то неправильно, dnssec выдаст расплывчатые, но злые предупреждения о таких вещах, как неожиданный конец ввода. И теперь мы используем все это для подписи зоны с помощью команды dnssec-signzone. Тире 3 говорит sign-zone использовать предоставленное значение соли, сгенерированное с помощью цепи nsec-3. Значение соли вычисляется в скобках. Берется первая тысяча символа файла. dev.random. В качестве входных данных для хэша sh1. Только 16 символов будут использованы для соли. Тире nincrement значит, что будут применены приращения. Тире o указывает на исходную зону. А stav.com.zone — это, естественно, имя нашего файла зоны. И если все сработает так, как я на это надеюсь, мы должны увидеть сообщение zoned fully signed, после которого идут детали о сигнатуре и статистике. Успех! Вывод содержимого директории показывает нам два новых файла под названиями stav.com.zone.signed, который содержит записи SIG, и dsset-stav.com. Мы перейдем к dsset-stav позже. Сейчас мне нужно отредактировать файл etc.named.com, чтобы он узнал о новом подписанном файле. Значение строки файл в разделе зон должно быть изменено на stav.com.zone.signed. Я сохраню файл и перезапущу бинт. Давайте используем dig, утилиту для обращения к системе DNS, чтобы подтвердить, что ключ связан со stav.com и находится на своем месте, заполненный как раздел запроса, так и раздел ответа. Запускаем dig еще раз, чтобы убедиться, что записи rrseg были успешно добавлены к системной конфигурации. Пакеты бинт, которые получены через некоторые менеджеры пакетов, идут с обновленной версией dig под названием delv, который содержит значительно улучшенные функции. И, наконец, две dss-записи из файла dsset-stav.com должны быть добавлены в конфигурацию доменного регистратора. Предполагая, что ваш регистратор может обрабатывать dss-записи, не все могут. Так как это работает по-разному в зависимости от провайдера, я оставлю это на вас. Но я хочу подчеркнуть, что первые пять цифр каждой записи — это тег-ключа. Семь означает тип алгоритма, который мы используем, а последняя цифра — это тип дайджеста. Первое, что вам нужно узнать о Dane — наборе спецификации для аутентификации доменных имен, основанном на DNS. Он все еще относительно новый, и пока нет единых способов для выполнения задач. С учетом этого ограничения, я постараюсь описать этот протокол с теоретической точки зрения. Основная цель такая же, как и у любой системы криптографической аутентификации — защитить данные, сделав их нечитаемыми. Dane, в частности, позволяет владельцам доменов прикреплять или пришивать TLSA сертификаты к доменам без необходимости обращения к центрам сертификации. Чтобы это работало в браузерах и других веб-клиентах, должна быть поддержка Dane. Проще говоря, вы создаете сертификат TLSA, используя OpenSSL для уже существующего сертификата SSL. Вы вводите его в формате DERD и применяете хэш SHA-256. Получившийся 16-битный поток можно внести в более длинную строку, для чего вы указываете порт 443 в нашем случае, транспортный протокол и доменное имя. Также есть три цифры. Первая означает профиль из этого списка. Вторая определяет, будет ли использоваться весь сертификат. Ноль. Либо только открытый ключ. Единица. А третья цифра. Содержит ли данные сертификата необработанные данные? Ноль. Либо только хэш SHA. Единица или двойка. Как только вы отформатировали строку, вы можете добавить ее в текстовый файл, который может выглядеть вот так. А затем на рабочем DNS сервере отправить его в программе NSUpdate с аргументом "-tri", для локального хоста. Это добавит запись в подписанную зону. Создание ключей безопасности и правильная их интеграция в вашу сетевую инфраструктуру это хорошо. Но это еще не вся история. Чем дольше ключ остается активным, тем больше шанс того, что он будет взломан. С практической точки зрения, компьютерные мощности для взлома современного ключа будут настолько дороги, что в большинстве случаев этого просто не произойдет. Но если вы абсолютно уверены, что ваши сервера не стоят этих денег и усилий, и что более дешевые ресурсы не войдут в сеть в ближайшее время, помните, даже у параноиков есть враги. Постоянная смена ключей — это отличный способ минимизировать риск раскрытия, потому что это дает хакерам меньше времени на их поиск и взлом. Вы можете записать их жизненный цикл в процесс DNSSEC-KGEN прямо из командной строки, или отредактировать ваши ключи позже, используя DNSSEC-SETTIME. Мы также рассмотрим, как создавать ключи TSIG для удаленного администрирования, а также будем работать с RNDC в качестве админа и клиента. В этом примере ключ, который мы создадим, будет опубликован в зоне через день, активирован через 4 дня, помечен как неактивный еще через 30 дней, и удален через 5 дней после этого. Вы можете также добавить команды на отзыв и удаления для существующих ключей, используя DNSSEC-SETTIME. Но перед тем, как мы к этому перейдем, давайте воспользуемся командой SETTIME-C-P-O, чтобы отобразить текущие настройки ключа. Здесь мы видим даты публикации, активации, деактивации и удаления. Давайте теперь используем SETTIME для установки дат, деактивации и отзыва. Вместо 34 и 44 дней мы используем 2 месяца и 10 недель. Заметьте, что для обозначения месяца я использую MO. А не просто M. Это делается для того, чтобы бедный SETTIME мог отличить месяц от минут. И если мы еще раз запустим SETTIME-Терапию, мы увидим, что наши настройки обновлены. И как вы уже могли представить, вы можете писать все эти команды в скрипты, чтобы полностью автоматизировать процесс смены ключей. Также вы можете безопасно, удаленно обновлять такую DNS-информацию, как перенос зоны, но только если вы сначала установите безопасный способ аутентификации. Один из вариантов – TSEC, или отпечаток транзакции. Часто TSEC настраивают на мастер-сервере, чтобы ограничить его связь с подчиненными серверами. Конфигурация требует первоначального создания пары ключей TSEC, используя DNSSEC-KGEN. Нужно взять созданный секрет, добавить его в раздел ключей файла namedd.conf, по крайней мере в sendos, и добавить ссылку на ключ в раздел зоны этого файла. Ключи TSEC используют алгоритм hmac-md5. Мы используем команду cut, чтобы рассмотреть закрытый ключ, скопируем значение ключа, а затем перейдем в файл namedd.conf, чтобы добавить ключ в конфигурацию bind. Если это еще не было сделано, мы создадим раздел ключа с названием домена, для которого он должен работать. И я добавлю алгоритм hmac, а затем в кавычках впишу ключ, который мы скопировали из закрытого ключа TSEC. В Debian или Ubuntu это обычно будет новый файл, который добавляется через основной файл namedd.conf. Во всех дистрибутивах мы добавим ключ и соответствующий раздел в качестве значения для allow update. В этом случае мы говорим bind использовать ключ TSEC для всех удаленных обновлений, направленных на домен stav.com. Мы проверим, устраивает ли все bind, запустив команду namedd-checkcont, а затем перезагружаемся. Статус выглядит хорошо. Один из способов безопасно присоединиться к серверу bind, используя ключ TSEC, через утилиту rndc. Вы можете включить rndc, добавив раздел control в файл namedd.conf сервера bind. В раздел key в файл под названием rndc.conf, который нужно создать в папке etc. И я начну с namedd.conf, куда я добавлю раздел control, содержащий строку, разрешающую доступ, в этом случае, с локальной системы. И вторую строку, которая указывает на ключ TSEC, который уже определен в разделе key этого файла. Это сообщит bind, что нужно слушать команды rndc, которые будут передаваться через порт 53 от локального хоста. В целях безопасности в документации RedHat рекомендуется поместить ключ в отдельный файл в стиле Ubuntu под названием, например, rndc.key, дать право на чтение и запись только пользователю root, и вызвать его через файл namedd.conf с помощью include. Хотя для этой демонстрации я ставлю его в namedd.conf. И теперь мы создадим файл rndc.conf. Мы добавим раздел ключа, который просто скопирован из namedd.conf, и раздел options, который определяет сервер по умолчанию. Опять же, в этом случае localhost. Мы также добавим значение default key, которое активирует ключ TSEC. И давайте сохраним файл. Закроем доступ к файлу с помощью chmod. А затем перезапустим namedd. Вы можете запустить rndc из командной строки или скрипта с помощью богатого набора команд, предоставленного документацией. Здесь нас предупреждают, что rndc не хотя использует ключ TSEC, который мы создали и объявили в namedd.conf. И для него было бы лучше использовать ключ rndc.key, который шел с пакетом namedd. И я очень надеюсь, что rndc переступит через свое эго и сможет жить дальше. Перевод озвучка для клуба складчик.conf. Давайте повторим то, что мы рассмотрели в этом модуле. Мы работали с основным файлом конфигурации bind etc.namedd.conf на centos и etc.band.namedd.conf на ubuntu и директория root для bind var.namedd для centos и var.cash.bind для ubuntu. Мы также видели, как SystemD запускает сервис bind через файл namedd.service, находящийся в lib.system.d.system. Мы использовали dns.sec-kagain, чтобы создать ключи подписи зоны и ключи подписи ключа. И добавили ключи к нашему файлу stav.com.zone. Далее мы подписали зону, используя dns.sec-signzone. Мы подтвердили статус зоны, используя DIG, и представили его младшему брату Delph. Мы узнали, как OpenSSL может быть использован для создания сертификатов, которые могут быть пришиты к доменам для аутентификации в качестве части протокола Dane. Мы научились администрировать инфраструктуру dns.sec, расписав ротацию ключей во время их создания, используя dns.sec-kagain, а позже через dns.sec-settime. Ну и, наконец, мы научились получать доступ к серверам dns.sec, используя файлы tseq через rndc. На этом курс по шифрованию линукса окончен. И давайте рассмотрим этапы, которые мы прошли. Мы начали с общего обзора шифрования, который включал обзор того, как работают системы с закрытыми ключами. Затем мы сфокусировались на сертификатах веб-сайтов. В обоих случаях необходимы запросы сертификатов, и рассмотрели, как браузеры соединяются с защищенными веб-сайтами. Затем наше внимание было направлено на внедрение сертификатов веб-сайтов на веб-сервер апачи, включая различные протоколы безопасности, такие как HSTS. И далее была тема защиты данных на мобильных устройствах, либо части, либо всей файловой системы, используя encrypt.fs или encrypt.setup. И в конце мы работали над проблемой защиты dns-запросов и ответов через такие инструменты, как bind с помощью dns.sec и dn. Как и при любых IT-навыках, вы узнаете намного больше от непосредственного опыта, чем глядя на то, как кто-то другой делает это, или читая об этом в книге. И я всегда делаю свои видео как можно полезнее, демонстрируя практические процессы, которые могли бы занять часы при самостоятельной работе. Но это только первый шаг. Если вы хотите убедиться, что вы можете продуктивно использовать эти инструменты самостоятельно, нет замены непосредственному опыту. И, как я говорил ранее, в курсе, по крайней мере, один или два раза, я создал страницу bootstrap-it.com.slash-encryption со всеми деталями конфигураций, которые вам понадобятся, чтобы проработать все видео самостоятельно. Пожалуйста, используйте их. Было здорово. Мы рассмотрели огромную часть безопасности Linux. Надеюсь, мы снова увидимся.